Без выходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю, товарищи радиослушатели. Минское городское управление МЧС на связи. В эфире Минск чрезвычайный, в студии Андрей Макаров и мы начинаем. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. Традиционно начинаем с цифр статистики. С начала года только в Минске на пожарах ИЧС спасатели совершили уже более 2500 выездов. На пожарах погибли 18 человек, в том числе и один ребенок. Печальную статистику пополнила и ушедшая неделя. 33 человека, из них двое детей пострадали. Почти 1800 человек работники МЧС спасли и эвакуировали из опасных зон. Более подробно о происшествиях ушедшей недели прямо сейчас. Минск чрезвычайный. Началась неделя в столице без серьезных ЧП. А вот во вторник днем загорелся трехэтажный частный дом на улице Малафеевская. Когда пожарные расчеты прибыли на место вызова, из подвала, где находился гараж, шел сильный дым. Там горело имущество. Пожар огнеборцы оперативно ликвидировали. В результате повреждена мебель и закопчен гараж. Причиной же ЧП, вероятно, стало неосторожное обращение с огнем при курении 51-летним мужем хозяйки апартаментов. К слову, мужчина находился в алкогольном опьянении. В среду около полудня на 101 поступило сообщение о горящем автомобиле на внутреннем кольце 30-го километра МКАД. Микроавтобус «Ситроэн Джампер», которому всего-то 8 лет, загорелся прямо во время движения. Как рассказал водитель микроавтобуса, сначала он увидел искры в районе правой фары, потом дыма, после и спасателей. Пламя повредило двигатель француза и часть салона. К счастью, в результате этого ЧП никто не пострадал. Минск чрезвычайный. Четверг днем пожар случился в доме номер 5 по улице Калиновского. На первом этаже пятиэтажного дома в квартире пенсионерки 36-го года рождения загорелся балкон. Пожар спасатели ликвидировали, но балкон пенсионерки, безусловно, придется отремонтировать. Причиной же этого ЧП стало неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом. Предположительно, кто-то из соседей, живущих выше, выбросил в окно незатушенный сигаретный окурок. Вновь и вновь мы задаемся риторическим вопросом. Ну сколько еще нужно сгоревших балконов? Когда до курильщиков наконец дойдет, что небрежность при курении вредит не только их здоровью, но и безопасности окружающих людей? В полночь с пятницы на субботу при пожаре в подсобном помещении возле мусороприемной камеры на первом этаже дома по улице Лынькова погиб человек. Когда спасатели пожарные прибыли на место вызова, в подсобке горели хозяйственные инвентарь и мебель. В момент тушения пожара огнеборцы обнаружили мужчину 57-го года рождения без определенного места жительства. В бессознательном состоянии он был передан бригаде скорой. Те тут же принялись проводить реанимационное мероприятие. Однако спасти мужчину не удалось. Предполагается, что причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем при курении погибшим. Минск чрезвычайно. Закончилась неделя без происшествий. Ни в субботу, ни в воскресенье серьезных по своим последствиям ЧП в городе не зафиксировано. Ну вот и все о происшествиях на сегодня. В конце хотелось бы напомнить, что по статистике в осенне-зимний период увеличивается количество пожаров в жилье. Чтобы минимизировать их число, с 17 октября по 11 ноября МЧС проводит республиканскую акцию за безопасность в месте. Прежде всего, в эти дни спасатели посетят дома одиноких пенсионеров и одинокопроживающих инвалидов. Семей, в которых дети находятся в социально опасном положении и людей с так называемой повышенной группы риска. То есть ведущих о социальный образ жизни. Им лишний раз напомнят, как не допустить пожара и уберечься от огня. К инициативе спасателей присоединились и работники МВД, энергетики, представители ЖКХ, здравоохранения и других субъектов профилактики. Берегите себя. До встречи в следующий вторник на главной столичной волне. Пока. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.